Здарова из Украины, дорогие зрители! С вами снова я Авер Вольт, на канале Авергеймки. И сегодня мы наконец-таки продолжаем играть в замечательную игру под названием BMNG Drive. И это вновь в рубрике Эксперименты, в которой сегодня будем проверять, что же будет у нас с автомобилем, который находится внутри этого контейнера, собственно. А что с ним может произойти? А с ним может произойти то, что здесь у нас внутри находится пропан, и он, конечно же, может взорваться. На самом-то деле, ман здесь является чисто декорацией, но, в принципе, можем еще заодно посмотреть, что с ним будет, если внутри, получается, этого контейнера будет что-то взрываться. И что будет с ним после этого? Конечно, мы это тоже сегодня проверим. Ну и также, кстати, еще хотел прокомментировать. У меня какая-то, я не знаю, минут пять, наверное, страдал с тем, чтобы поставить его на прицеп, этот контейнер, нормально. Но вот он почему-то все равно нормально не ставится, не знаю, вот грузчики кривые какие-то, получается, у нас в ПРП-шке будут. Так что, не обращайте на это внимание, это у нас, надеюсь, ни на что не повлияет, и эксперт сегодня пройдет удачно. Думаю, что можем потихонечку даже приступать. Думаю, будем смотреть на это, в принципе, замедление времени, чем бы и нет, только надо будет скорее взорвать пропан с обоих сторон, для, собственно, спереди машины стоит и задней машины стоит, чем бы и нет, чтобы, кстати, сила взрыва максимально равномерно распространилась по всей внутренности этого, собственно, контейнера. Давайте наконец-таки проверять. Думаю, что, в принципе, давайте начать включим изменение времени. Давайте, у нас после обновления пилки тут, кстати, можно было, можно теперь ставить не просто после X16 и X100, а тебе можно поставить X50. Это будет, конечно же, радо. Думаю, что, в принципе, не в особо таком изменении будет смотреть, но не в слишком быстром, так сказать. Ну что ж, вот у нас тут есть четыре штучки. Давайте, кстати, во-первых, давайте включим, допустим, X100. Получается, подорвем пропанчики, включим, может быть, даже X32. Или не так. Ну что ж, в принципе, начинаем. Эксперимент пошел. Теперь давайте здесь делаем силы побольше. Взрыв произошел первый. Останавливаем. Летим к остальным. Опа, взрывчик сейчас будет тут. Отпускаем. Взрывчик происходит. И теперь, пожалуй, вот с такого вот вида смотрим в замедлении. Так, в X50 замедлении, кстати, довольно-таки неплохо. Все, у нас, смотрите, взорвалось, получается, у нас аж целых восемь пропанов. У нас машину просто расш... О-о-о-о, нифига себе, я думаю... Нет, ладно, допустим. Что, а что внутри? Что снаружи у нас происходит? Так, у нас вот явно сорвало прицеп, выбилось стекла в мане. Также у нас вот этот вот контейнер, собственно, расшатало очень сильное. Я хотел бы сказать немного другое плохое слово, но, пожалуй, не ограничимся нормально. Здесь мы не материмся, например, стараемся. Ну, и, кстати, вот у нас тут двери открылись от силы взрыва. У нас вот раздуло просто жесть как. И от машины вообще ничего внутри не осталось. Я думал, типа, ну, стекла разобьются, там бампер слетит, не знаю, металл все довольно-таки себе подмется. Но не так, чтобы здесь просто каша от машины осталась. Ужас. Я вообще хотел сначала какую-нибудь такую старенькую машину поставить, чтобы посмотреть, что с ней будет. Кстати, может быть, все-таки мы ее установим сюда. Может быть, даже в следующем попытке. Ну что ж. Выглядит у нас теперь это все дело примерно вот так. Теперь вот машина не осталась вообще ни хрена. Прицеп у нас тоже, кстати, расшатало довольно-таки неплохо. Конечно, не прям критично, но довольно-таки тоже неплохо. Ману вообще, в принципе, пофиг. Сокрушки поменяют. Не знаю, где-нибудь дилера мана, да, за 50 долларов, допустим. И вот обман будет как новенький. А вот все остальное, конечно, в ужаснейшем состоянии. Ну, разумеется, автомобиль на металлом, разумеется. Контейнер тоже теперь на металлом. Ну, можем даже отпустить за время времени. Видите, что теперь у нас тут все просто в огне. Все дымится, все ужасно. Даже со стороны в порту видно, что что-то произошло. И все не в самом лучшем здесь виде теперь у нас, так сказать, располагается. От машины осталась ни хрена. Кстати, очень бы хотелось посмотреть, что с ней все уже произошло. Так, по-моему, она должна быть примерно где-то вот здесь, да? Машина-то тут? Машина. Автомобиль. Ладно, допустим. Ну что, что мы можем сделать? Давайте вытащим ее оттуда с помощью кнопочки. Так, ладно, это не то. Так, это у нас... Теперь вот это точно автомобиль, да? Попробую включить вид от второго лица. Да, где-то здесь выбывало, выбывало лицо. Как я обычно говорю, выбывший глаз водителя, но вот здесь водителя здесь у них не было. Так, давайте отлетим и вытащим, собственно, эту штучку вот сюда. Так, не то. Так, кнопочка F5. Ой-ей. Так, у нас даже прогулка какая-то произошла. Ну что ж, автомобиль червевой СС. Теперь выглядит вот так. Крайне печально у него состояние, но... Что же тут еще сказать? Зато руль целый. Ну это уже особо на себе манжедрэ. Это уже не особо важно. Ну что ж, в принципе, с этим мы с вами можем даже потихонечку заканчивать. От него не осталось ни хрена. Контейнер раздуло. Прицепу шатало. И манчедрэшку выродился. Насоверять же удалось от меня лично, что как-то прицеп может, точнее, контейнер, может быть, хоть как-то защищать от воздействия внутреннего на него, от остальных частей вокруг. Но, в принципе, как мы видим, он защищает не особо. Теперь можно, пожалуй, с этим прекрасно заканчивать автомобиль и переходить к следующему. Ну что ж, а теперь внутри этого прицепа у нас находится белая мечта гражданина СССР, а именно такого-то ЗЛК. Честно говоря, ЗЛК, по-моему, 412, но это нас сегодня не особо сильно волнует. Главное, что-то сказать, раритетный, так сказать, автомобиль еще советский, короче, да, вот поэтому его нужно взорвать. Ну и вот теперь у нас находится внутри этого прицепика, внутри этого контейнера. И прямо сейчас, как я уже говорил, будем производить его взрыв. Ну, конечно, у нас будет, конечно, мы будем воспроизводить его специально, но, в первой ситуации, конечно же, у нас происходит этот случайно. Ну что ж, в принципе, давайте теперь включим замедление X, давайте даже 200, чтобы все-таки получше у нас в области воспроизвестись, так сказать, чтобы не сильно много взрывов успело произойти, и потом будут летать и активировать пропанчики. Ну что ж, пропанчики активированы. Теперь давайте сократим замедление до X50 и смотрим на то, как уничтожает это все дело вот этот вот бедный Иш внутри вот этого всего. Кстати, взрыв у нас, получается, это все херни будет примерно снаружи вот так вот. То есть, сам, получается, у нас контейнер взлетает просто на воздух, вместе, кстати, с самим прицелом, который аж отрывает от седла мана. Внутри у нас происходит просто жесть, мясо, мясорубка и все синонимы этих слов. И, короче, от Ижа, или же ЗЛК, у нас абсолютно ни хрена не остается. Теперь, ну реально, был такой раритетный автомобиль в хорошем состоянии, привезенный в Италию, но, увы, от него ничего не осталось после этого, получается, взрыва. Ну что ж, все вот эти контейнеры мы уже видели. Кстати, прицел, точнее, этот контейнер взлетел очень-очень высоко. Кстати, пацаны, кто знает, сколько должна быть высота у весь, получается, у контейнера обычная, потому что, типа, он взлетел на два контейнера вверх. Так что, в принципе, теперь, если кто знает, то можете примерно посчитать, насколько метров здесь взлетел этот прицел при этом взрыв. Взрыв реально мощный, жесткий. Вы же знаете, что меня еще волнует, на самом деле, я сейчас так подумал. Взрыв, что происходит у нас по факту вот с этой стороны и с вот этой вот стороны. Но почему раздувает больше всего именно среднюю часть этого контейнера? И почему уничтожает, прогибается только лишь средняя часть прицелла? Взрыв происходит по бокам, но почему-то страдает самым. Как так? Ладно, это уже оставим это вот раздумие. Либо физиков, которые шарят, реально физики, как это должно работать. Либо просто смиримся с тем, что в бимэдж драйв может происходить нереалистичные методы в самой физике. Ну что ж, отпускаем из времени времени. И смотрим на то, как у нас это все просто укатывается. Покиньте, он даже укатиться смог. Он округлево, шарит, какого взрыва. Бывает. А, кстати, у нас тут еще и ман горит. А, у него, получается, взорвались баки с бензина. Теперь он горит. Нихера себе. На самом-то деле. Жестко, жестко. Кстати, в этот раз у него стекушки не выбили. Не выбило. Адекватно. Так. И при цепе у нас осталась лишь одна каша от этого АЗЛК. То есть вообще ни хрена. Просто, просто горящая груда реально металлолома. В принципе, как он и был металлом до этого, как и после взрыва стал металлом. Ну, бывает. Ну что ж. От него ничего не осталось. Но, кстати, все-таки можем даже рассмотреть подетальнее. Вот весь металлолом, собственно, сделал. Вот так вот, да. Здесь у нас находится наш, так сказать, человек. Допустим, так. Так. Ну что ж. F8. Подлетаем. И F7. Ага. Это был пропан. Ладно. Такс. Так, это у нас получается ман. Да. Да, это ман. Дальше пц. Потом. Контейнер вроде, да. Да, это контейнер. Конечно, доверие у него уже не работает, но это уже не особо важно. Так. А ЗЛК где? Он что, в конце, что ли? В конце. Ладно. И ставим. Так. Да, вот. ЗЛК. Нашли, наконец-то. И теперь давайте вот сюда вот F7. Ну что ж. Теперь примерно вот так выглядит вот этот вот автомобиль. Мне осталось, кстати, абсолютно ни хрена. Может быть, типа, радует, что какие-то профессионалы, шарящие реально в автовазе, или как это можно еще назвать, по фаре вот это вот оставшееся, могут распознать, что это когда-то был ИС-412, но по-стальному вообще никак. Ну типа, штамповки, не знаю, как-то они должны вообще штамповки отличаться или нет, но, как по мне, штамповки почти же всегда одинаковые, так что по штамповке вряд ли. Ну, по салону, но салон, скорее всего, весь сгорит. Если смотрите на реальную жизнь, если это, так сказать, переводить, то салон явно такого пожарщика выгорит полностью, если не определить. Ну вот, реально рада, что по фаре. Ну, это уже на самом деле не особо важно. А ставим такое дело экспертом, которых у нас нет. Ну, бывает. И вот, собственно, посмотрим только то, что от него осталось. И ничего, просто горячая груда металлолома. От контейнера, собственно, осталось примерно то же самое, только он, раньше не горит, а чуть дымится. Ну и от прицепа, так сказать... Ну, прицеп, кстати, восстановить. Не можно все же. Ман, думаю, тоже, но вот с Маном будут какие-то проблемки все же, потому что, как минимум, он тут горит, и, как минимум, он тут горел, так что, в принципе, Ману тоже не очень хорошо. В принципе, думаю, так у него прицеп вообще-то деревянный, как я вижу, да, потому что он, может быть, должен был сгореть, но это уже не особо важно. В принципе, вот у нас ситуация с СЖОМ произошла, и теперь можем переходить к следующему автомобилю на сегодня. Ну что ж, можем воспроизводить вторую попытку. Все восстановлено, конечно же. Включаем по стандарту. Восстановление X200. Давайте в этот раз, пожалуй, перец сначала. О, первый пошел. Второй, второй, кстати, чуть-чуть упали. Второй пошел. И теперь давайте, как обычно, спереди смотрим. Так, ну что ж, предыдущие пытки мы уже видели, что здесь у нас все происходит очень жестко. Его расшатывает, что жесть. Снаружи мы можем заметить, выбивает, опять же, по стандарту двери у контейнера. Контейнер разрывается. Кстати, в этот раз все-таки происходит все очень влагичное. Ого-го! Давайте лучше посмотрим сюда. Здесь, мне кажется, поинтереснее происходит ситуация. Разве что-то у нас так все расшаталось прям жестко. Так. От него не остается... Снова от него не осталось ни хера. От машин внутри этой просто мясорубки, не знаю, этого контейнера смерти, можно даже так, наверное, сказать. Они остаются вообще ни хрена просто. Даже такой мощный недорожник. Казалось бы, он просто весь сделан из металла. Там такая жесткость кузова, что его расшатать... Это вот последнее, мне кажется, что расшатается, блин, на этой земле. А в итоге, вот, 8-болнов пропана. Очень закрытое и очень узкое помещение. И все. Ему жопа. Вот так тоже бывает. Ну что, давайте опустим в замене времени, как обычно. О, как же здесь много огня. Как же красиво на самом-то деле, да? Что, пускаем в замене времени, происходит... О, полетел, красавчик, упал. О, еще в воду бы упал. Вообще потушился бы тогда. Вообще красиво. Ну ладно. Так, внутри у нас от него не осталось реально снова ни хрена, понимаете? От машины не осталось снова ни хрена. Что-то заработает. О, дверь чуточку даже дергает, если меня дожимать бывает. Ну что ж, как обычно, прицеп... Кстати, в этот раз он прогнулся намного жестче, чем в предыдущей раз. Если в предыдущий раз там один раз загнуло только вот эту часть. Во второй раз, по-моему, только серединку внутри загнуло. Но вот теперь весь прям прицеп пошел по жопе просто. Ну, причем бы и нет. Внутри, как обычно, прицеп, этот контейнер раздул. Кстати, все-таки не успею прокомментировать. В этот раз раздул его. Логично. То есть, спереди у нас был взрыв, его раздуло спереди. И сзади был взрыв, его раздуло спереди. Посередине. Все, в принципе, даже, кстати, крыша более-менее ровная осталась. Ну... Более-менее. Внутри от машин не осталось ни хрена. По поводу машины давайте сейчас посмотрим. Нам нужно, пожалуй, найти... Че? Вот у нас есть манчик. Ман. Вот здесь у нас есть автомобиль. Так. Да. F8. Летаем немножечко, допустим. Давайте на солнышко вот сюда. F7. И вот у нас теперь вот так вот выглядит автомобиль. Кстати, все-таки у нас он не прям уже до конца уничтожен. Все же жесткость пузова. Хоть чуть-чуть, наконец-таки, это повлияло. Хоть что-нибудь его удалось остановить. Как вы сами понимаете, конечно же, это тут пару сантиметров крыши. Вот они, наконец-таки, все-таки смогли уцебеть. Да. И, кстати, двери у нас прям не особо сильно погнулись. Они более-менее остались в прежнем виде. Но все же малоузнаваемые. Ну и, конечно же, машина, типа... Если бим-эждрайв, конечно же, ну, вот эту как будто метровую посмотреть. Сразу же можно сказать, что-то была за машина, потому что она такая у нас, кстати, одна. И ее как бы не уроду, и она все равно будет узнаваемой. Но все же... Ушатана она очень сильно. Прям... Жесть. Прям... Я не знаю даже какие-то слова еще подобрать. Просто могу бесконечно перечислять синонимы. Потому что это... Жестко. Да. От нее не осталось никак. Кстати, в этот раз она, в отличие от остальных машин, вроде как даже не загорелась. Это, кстати, плюсик ей можно сказать поставить. Но все же она... Мне даже, мне кажется, ткани особо сильно нет, там даже гореть особо нечем. Раньше, что бензин. Поэтому они его, возможно, залиты в баке. Хотя при перевозке в баке, скорее всего, там бак был пустой. Ну, это уже не особо важно. Ну, что ж. Так у нас выглядит ушатка этой жесткой машины. И теперь мы можем приходить к следующему, в соответствии, последнему автомобилю на сегодня. Ну, и вот, собственно, последняя попытка и последняя ситуация на сегодня. Внутри у нас находит уже новый автомобиль, как по мне, очень интересный. Ну, на самом деле, вот... Ну, как же ж не взорвать Rolls-Royce на самом-то деле, да? Как бы, ну, ролик про взрывы, думаю, что без какой-нибудь дорогущей суперкрутой тачки конечно же не обойдется. И, собственно, в этот раз я решила эти Rolls-Royce, кстати, впервые за вообще на существовании на ютубе. Я возьму именно мод на Rolls-Royce Down. Так, и теперь вот у нас такой вот кабрик Rolls-Royce на антихроме, весь стильный. Приводится вместе с пропаном, чисто хрен его знает, какой дебил засунул в контейнер автомобиль вместе с пропаном. Да еще и в этом случае Rolls-Royce с пропаном. Ну, это уж совсем другая история, можете в комментариях пофантазировать, если захотите. Ну, и теперь давайте, как-таки, проверим, что же будет с Rolls-Royce во время взрыва. Так, думаю, X1000 заменение это уж слишком, нам такое не понадобится. Ну, что ж, ну, пора бы взрывать вот этот вот прекрасный автомобиль на самом-то деле. Так, задний пропан, хоба, первый пошел, ща будет контент. Да, взрыв пропана вместе с Rolls-Royce, вот это, конечно, я понимаю. Так, ну что ж, у него, как мы видим, жопа уже оторвана, ему жопу уже пробили. Перед тоже, да. И теперь от него не остается ничего, как обычно, вот он раздувается, значит, от всех каких-то угловых, ударных и вот тому подобного, да. Весь так взрывается, раздувается, весь такой вот Rolls-Royce ушатывается. Конечно же, думаю, все сами понимаем, судя по предыдущим у нас попыткам. От машины внутри не остается абсолютно ничего, но думаю, что в последний раз это уже, так сказать, для контента именно можно было бы сделать подрыв Rolls-Royce. Красота. Вот это я понимаю, вот это я понимаю контент. Взрыв Rolls-Royce. Даже Литвин такого не откладил, насколько я помню. Хотя хрен его знает, да, он не смотрел. И теперь вот, да, да, от Rolls-Royce не осталось ни ху, ни хрена, да. Ну и дальше, даже дальше продолжает у нас происходить взрыв, у нас просто не знаю, что с этим колесом, господи. Ужас, ужас. Это любители Rolls-Royce, вам на это больно смотреть. Честно, я тоже очень люблю Rolls-Royce, в принципе, марку и большая часть модельного ряда, но... Мне, в принципе, это смотреть довольно-таки спокойно. Я знаю, что есть такие люди, которые на это спокойно смотреть не могут, так что это специально для вас. Как же у вас как-то... Да. И теперь... Вот. Соус ни хрена не осталось. Отпускаем в длине времени. Вау, ни хера себе вот этот трюк, я понимаю. Вот это я понимаю, трюк только что был. От взрыва, получается, у нас контейнер взлетел прямо с вот этой вот платформочки. И залетел вот сюда, вот это, я не знаю, ролик проходит. Протруйте что? Не думаю. Так. Прецепт теперь давайте рассматривать, получается, на такой вот высоте. Не, ну вот это, конечно, вообще прикол, потому что он сюда залетел, я такого не ожидал. Интересно, получается. Внутри от Rolls-Royce. Смотрим, что осталось. Двигатель, я не знаю, честно, был ли он тут внутри. По поводу пылы, но, видимо, от него уже тут мало что осталось. Сзади у нас, ну, фары, как обычно, это ж моды. Моды бывают немножко хриловатые. То есть, какие-то изъятные присутствуют. Собственно, фара как горела, так горит. Правда, теперь немножечко в другой форме. Не в изначале, так сказать. От колеса тут тоже нихрена не осталось, собственно, можем заметить. В принципе, все. Давайте дальше смотреть уже, пожалуй, с какой-нибудь наружной части. Так. Так. Так, да, вот это у нас получается Rolls-Royce вроде как. Отлетаем куда-нибудь вот сюда. F7. И вот он, да, вот. Теперь он. Не, ну, знаете, все-таки, как я говорил, что мне все равно это как-то. Смотри, ну, если честно, мне все же больно это смотреть. Ну, тут Rolls-Royce. У меня тут на обоях как-то на телефоне стоит. Похоже, по крайней мере. Да, ну, это уж совсем, да. Урис. Если вы хотели увидеть, как взрывается у нас Rolls-Royce Down, то, в принципе, примерно вот так вот, короче. Он, кстати, как и, получается, предыдущий автомобиль не загорелся. Довольно-таки интересно. Причем, что предыдущие два загорелись вроде. По крайней мере, этот Иш горел стопудово. Первый, честно, уже не помню. Ну, ладно. Это уже не особо важно. А то, собственно, не осталось ни хрена. Был стилевый, красивый кабрик весь на антихроме. Такой интересный. Но теперь вот, видите, ну, вот. По колесу определить, что Rolls-Royce можно. По двери тоже. По всему остальному уже вряд ли. Ну, ладно. Ну, и как вы уже помните. Собственно, это у нас была последняя попытка на сегодня. Последняя ситуация. Rolls-Royce у нас подорвался. И это мы с вами будем потихонечку заканчивать. Собственно, такой у нас получился ролик про взрывы. Пропал на месте автомобиля внутри закрытого контейнера. На этом все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Это очень важно. Кирилл за мной, вы очень сильно поддерживаете. Мотивируйтесь, делайте им очень приятно. Спасибо большое всем, кто это делает, но всем вам. Я желаю удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok